Цегламенская библиотека представляет Книгу Ирины Калачёвой «Тайна алмазного кудесника» Иллюстрации Инга Пальцер Автор идей Денис Железняков Современная новогодняя сказка Вышедшая в свет при участии сотрудников Севералмаза Главный герой этой истории – второклассник Миша Чей папа в канун Нового года уезжает работать на карьер водителем самосвала Подарив перед этим маме кольцо с бриллиантом Однажды на грани драгоценного камня попадает свет от северного сияния и полярной звезды И происходит настоящее волшебство Вдруг появляется кудесник и становится лучшим другом мальчика Бронзовые фигурки кудесников появились на набережной города Архангельска В честь 85-летия Архангельской области Также благодаря сотрудникам Севералмаз У каждого малыша-кудесника в руках свой символ, связанный с историей и традициями Поморья Эти симпатичные фигурки полюбились Архангелогородцам Жители приносят для них угощения, вяжут симпатичные шапочки и шарфики Миша и волшебный кудесник путешествуют во времени и пространстве И оказываются там, где работает папа Миша На месторождении алмазов имени Михаила Васильевича Ломоносова Самым крупным в Европе Находящегося в 100 километрах от города Архангельска Юные читатели узнают, что такое алмазы Как их добывают и для чего они нужны Но главная идея сказочной истории о том, как в жизни важна семья Дружба, забота о близких людях, сохранение традиции, знания, доброжелательность и смелость Дополняют издания волшебные иллюстрации северного художника Инги Пальцер Новогоднее настроение второклассника Миши испорчено Папа уехал на новую работу, на месторождение Добывать какие-то алмазы А как их добывают и зачем они вообще нужны? Кудесник волшебный человечек Рассказывает Мише, а заодно и всем юным читателям О том, какой путь проходят камни от алмаза до бриллианта В этой книге переплелись научные знания и настоящее новогоднее чудо Сейчас я вам прочитаю отрывок из этой замечательной книги Я люблю зимой на морозе есть яблоки Даже самое кислое зеленое яблоко на холоде становится вкусным И не люблю, когда мама заставляет меня надевать шарф Колючий, он все время съезжает в сторону Я люблю ожидания нового года Даже, наверное, больше, чем сам Новый год И не люблю, когда кого-то на Новый год нет В прошлом году, например, бабушка попала в больницу с каким-то вирусом Мы не ждали ее к празднику, если честно На одно дело знать, что кто-то не придет, потому что у него другие планы А эти планы зовут Барсик и одинокая соседка Баба Оля А другое, потому что этот кто-то проведет самую громкую ночь в году Под капельницами в скучной серой палате, где пахнет хлоркой и кислым В этом году с нами не будет папы Стройка, на которой он работал, подошла к концу Дом сдали, папе пришлось искать новое место работы И вот на это самое новое место он и уехал Прошлый четверг, а вернется теперь только после Нового года У водителей есть такая вредная привычка Работать вахтами подолгу Я люблю, когда папа говорит со мной по-мужски Про рыбалку, про футбол, про то, как в армии на танке гонял Про то, как в детстве разводил хомяков и носил их в карманах пальто И не люблю, когда он говорит со мной, как с маленьким И при этом много смеется Вот и про работу свою наплел сказок Про гору, которая растет мне вверх, а вниз И про новый самосвал, у которого каждое колесо больше меня Я тогда ничего не ответил папе Просто развернулся и ушел из кухни Пусть он маме свои басни рассказывает Мама всем верит Характер у нее такой доверчивый Глаз да глаз за ней нужен, чтоб никто не обманул Теперь я остался дома за хозяина Так папа наказал, уезжая Это я люблю за хозяина оставаться Но все равно очень грустно одному Перед отъездом папа оставил подарки под елкой Чтобы мы их с мамой на Новый год открыли Мой перемотанный синей бумагой до сих пор там А мама не удержалась В тот же вечер открыла свою коробочку Ой, Мишутка, смотри, какая красота! Я смотреть не стал Папа же сказал не подглядывать А вчера к маме подружки в гости заходили И тоже в мамину коробочку свой нос по очереди совали Потом охали Потом удивленно поднимали нарисованные карандашом брови Как будто увидели как минимум динозавра верхом на единороге Ну что за детский сад? Я два дня держался, не смотрел Я стойкий А сегодня маму вызвали на работу в чужую смену И я остался дома один В доме напротив в желтом прямоугольнике окна было видно Как у моей одноклассницы Ленки Все садятся за стол ужинать Мама ставит на стол посуду Папа моет руки младшему Ленкиному брату А их лабрадор, пока никто не видит Тащит кусок за куском колбасу со стола Там небось все шутят и рассказывают друг другу новости А я тут один сижу над тетрадкой с математикой Я не люблю такие вечера В носу очень подло защипало И вдруг захотелось плакать Чтобы прогнать это ощущение Я вскочил и начал шагать по квартире И орать свою любимую песню про боевых роботов Она закончилась, когда я маршировал мимо маминого столика Там среди разноцветных стеклянок с духами и рамок с нашими фотографиями В зеркале отражалась маленькая красная коробочка Та самая, папина На ощупь она была бархатная, как цыпленок у бабушки в деревне И такая же легкая Я вернулся с ней за свой стол Подвинул лампу и открыл крышку На красной бархатной подушке лежало золотое кольцо со стеклышком Стекло было самое обычное Не то, что разноцветные драгоценные камни Вовсе нет Это было белое прозрачное стекло, как ледяное И сначала я не понял, почему все так удивлялись А потом рука дрогнула Свет лампы попал на тонкие грани стекла В тот же миг тысячи разноцветных солнечных зайчиков Бросились в рассыпную по стенам комнаты Разбросанным игрушкам, книгам на полках С мятой постели и белому потолку Казалось, что это все звезды С неба собрались в моей комнате А вдруг их прям звезды И на небе ни одной не осталось Я метнулся к окну и распахнул шторы На темно-синем вечернем небе полыхало северное сияние Разноцветное полотнище Его казалось закрыло собой все небо Но нет, то тут, то там пробивались острые иголки звезд И только полярная звезда, самая яркая, не сдавалась натиску сияния Я разжал кулак и поймал в стеклышко белый луч звезды Он тут же распался на блики, которые задрожали на ладони И тут одно пятнышко света начало наполняться Увеличиваться, расти, набирать цвет и вес Да, оно становилось тяжелее И больше, и круче И вот уже превратилось в шарик А потом у шарика появился круглый смешной нос И два любопытных глаза И два забавных оттопыренных уха И рыжая челка И зеленый камзол И коричневые сапожки И на моей ладони оказался самый настоящий Кудесник представился он И поклонившись, пощекотал челкой ладонь Кудесник алмазный, обыкновенный Михаил, как можно вежливее представился я И тоже поклонился Добро пожаловать в ночь сияния Торжественно объявил Кудесник Замахнув рукой в сторону окна Куда? Не понял я В ночь, когда свет полярной звезды И северного сияния Сходятся в одном северном алмазе И что тогда бывает? Тогда можно найти ответ на любой вопрос Вот дела Еще сегодня утром в моей голове Жили сотни Нет тысячи вопросов Утром, пока мы с мамой завтракали Я выстреливал ими со скоростью Новейшего пулемета Мама в шутку ворчала Что я не ребенок, а радио на ножках А сейчас от неожиданности Все вопросы куда-то улетучились Все, кроме одного А что такое северный алмаз? Осторожно спросил я И тут же зажмурился Потому что камень в кольце Полыхнул так ярко Ярче, чем дуга сварки Чем солнце в Анапе В полдень Даже сквозь закрытые веки Я видел эту яркую вспышку Сквозь которую послышался Голос Кудесника Смотри же Если вы хотите отправиться в удивительное путешествие С мальчиком Мишей и Кудесником Приходите в библиотеку Берите книгу Ирины Калачевой Тайна алмазного Кудесника И отправляйтесь в путешествие По странице этой интересной книги Благодарю за внимание Продолжение следует...